И они идут к какому-нибудь иранскому эмиссару, который из Кумы приезжает. И это уже совсем плохо. Совсем никуда не годится. Когда они смотрят на то, как выглядит какой-нибудь представитель иранского духовенства, они понимают, что вот где концентрация поповщины, лицемерие и мунафиксство в чистом виде. Вот в таком концентрированном виде. И они делают свой выбор. Но если это все изменить, если, можно сказать, пророть другое усло и направить воды по другому течению, то мы увидим Азербайджан, который будет в авангарде ислама. В авангарде ислама в интересах всей Уммы. Как ты считаешь? Ну, к сожалению, сейчас позиция с фуницких братьев заключается в том, что шииты должны как бы раскаяться, сделать табу и как бы перейти на, ну, в идеале, на такие салаховские, на салаховскую акыду. Ну, там, возможно, какие-то там разночтения, там, матрудитская, шарицкая, там, и так далее. В то время, как, допустим, я, глядя на эту проблему, считаю, что речь не должна идти о переламывании, значит, вот этой группы людей через коленку, там, да, и вот переведение их на другую платформу полностью. Речь не должна идти о очищении этого от бесконечных фольклорных напластований, потому что, на самом деле, в шиитской методологии есть ценные вещи. Есть, конечно. Есть ценные вещи, и совсем нет никакого желания утрачивать их, выбрасывая, там, много вот этого исторического мусора, который, такой контрабандный, был занесен, значит, в исламское пространство. Ну, прежде всего, шиизм вовсе не предполагает культ 12 имамов, потому что шиа Али даже не знали о том, что появятся какие-то имамы после Али. Правильно? Соломенники Али, я имею в виду, которые поддерживали его. Они же уже назывались шиа, но они не подозревали, что дальше будут какие-то имамы. Я думаю, допустим, есть более удивительные вещи. Допустим, имама Шафия, который является, как бы, такой салафитский предтечий, то есть, который находился в поэмике со своими учителями относительно там уместности баланса между адатом и шариатом и так далее. Он, как бы, там, прото-салаф такой, он в жизни своей постоянно преследовался. Но преследовался он именно за поведением в шиизме. Хотя это уже, как бы, не сахапы, не табиин. То есть, это, как бы, долгая вещь была. Но, в принципе, на самом деле проблема заключается в том, что наши салафитские братья очень любят представлять историю пророка, историю сахапов, историю табиинов, как превращать их в такие жития святых. Выхолощивая из них то драматическое, трагическое содержание, которое было в этом времени, было в отношении этих людей, которое было, безусловно, там, да, накалено, сложно. И из этих конфликтов, из этих событий мы можем черпать огромный объем методик решения тех или иных вещей. В то время, как это все, как бы, снизудится, как бы, да нет, превращается в такой глубокий, напоминающий, вот, какие-то христианские описания, там, подвижников каких-то. Да, ну, вообще, христианство, к сожалению, оказало огромное влияние. А вот, допустим, шииты сохранили вот это содержание, ощущение трагичности той эпохи сложности и противоречивости. И вот я бы, честно говоря, не хотел, чтобы исламский мир вот эту вот часть утратил, там, да, хотя совершенно очевидно, что шииты, оставаясь нашими братьями, мусульманами, там, да, конечно, очень сильно уклонились от ствола такого. В общем, мы уклонились, потому что вот эта композиция из такой странной небесной церкви из 12 имамов, концепция вот этого закрытого такого имамата, который запирается фигурой исчезнувшего и ждущего своего возвращения, имама Махди, алейхиссалам, вот. Она очень странна, это просто некая церковь, типа церкви Иоанна, которая является церковью невидимой, да? Это резкое, так сказать, внедрение в ислам какого-то корпуса совершенно чуждой христианской, зороастрийской мысли, вот что-то такое, да? И потом на базе этого каким-то образом возникает де-факто целая корпорация тех, кто знает, которые просто претендуют на, ну, тех, кто знает в кавычках, потому что что они знают? Они являются людьми, присвоившими себе право на толкование, право на Ичтихад. Да, врата Ичтихада открыты, но для небольшой группы избранных, эти избранные, это те, кто изучали вопрос? Да нет, это избранные те, которые получают лицензию, мандат от этой уже существующей группы. Ну, извини, допустим, вот предъявлять шиитам вот этот упрек, как вот некий эксклюзивный упрек к шиитам, там, ну, это тоже несправедливо, потому что наши братья суфии очень часто грешат этим. Они же перетекают друг к другу, как сообщающиеся сосуды, потому что все современные шииты вышли из шинели суфиев. Они все вышли из суфиев. И как было, когда Шах Исмаил сказал, что а теперь будет шиизм в Варане? Там откуда они-то взялись-то, вот эти вот, вдруг все стали шиитами? Там было очень много тарикатов. Те же персидские мудрецы и поэты, о которых мы упоминали только что, они были сунитами, они были масхабистами, но они же все были тарикатчиками. И Хафизы, и Рудаки, и Фердорси, все они были тарикатчиками. И когда вдруг появляется Шах и говорит, теперь вы будете у меня шиитами, они говорят, башстэ, мы будем все шиитами. И они раз, перековыкиваются в воздухе и становятся на следующий день шиитами. Они только добавляют к этому 12 ваннов. Значит, Али они и так почитали, потому что все суфи, кроме Нагжбанди, они особым образом относились к Али, считают, что они вышли именно из него. А Нагжбанди считает, что они вышли от Абубакры Умара. Они, значит, наверное, становятся, да, потому что Вардат Аль-Буджуд, то есть пантеистическое мировоззрение, суфи целиком перешло в современный шиизм. Это не шиитское мировоззрение времен Салафов, это не мировоззрение Али, Астафрула. Али был абсолютно антипантеистичен. Надо читать Нагжбанди, и мы увидим там, что он абсолютно настаивает на трансцендентной непостижимости и тотальной противоположности всевышнего твари, и что нет и не может быть никаких аналогий, вообще не может быть даже ничего, так сказать, сопоставимого. Амула Садра – это прямо противоположно. Как он может быть одновременно шиитом и последователем Хазрата Али? Если он говорит, что бытие – это как, так сказать, свет в пламе, но, допустим, есть там свет солнца, есть свет свечи, но природа – это свет одинаково всюду, и в свече, и в солнце, просто тут его мало, там много. Солнце – это как бог, а свеча – это как феномен этого мира. Но бытие – оно же единое с большой буквы, и бытие в целом есть бог. Да? Когда ты знакомишься с таким мировоззрением, то ты понимаешь, что имеешь дело с вульгарным эллинизмом, который просто за уши протащен в наше исламское мировоззрение. Никакого отношения к исламу это не имеет, но причем тут шиизм, шиизм, который шья, движение шья времен Салафов, то вообще не имеет к этому отношения. На самом деле это радикальный антипантеизм. Более радикальный, чем очень многие мусульмане, которые плюются при слове шиизм, называют его рафидиты, рафидиты, но вот именно если ты читаешь НАЖУЛЬ БАЛАГА, то есть собрание проповедей Али, это было радикальное отрицание пантеизма. Так что, не зря же наш пророк Сагалагуни Васалем говорил, я град, я град знания, а Али врата в него. Он бы не стал говорить так, если бы это было иначе. Ну, вернемся к Азербайджану. Я думаю, что Азербайджан, в силу того, что эта страна, в общем-то, такого как бы секулярного пространства, знакомства с западным менталитетом и определенной ментальной гибкости, это как раз та страна, которая может понять все нюансы. И где как раз можно осуществить вот этот великий переход от, скажем, подчиненности вот этому суфизму, жешиизму и так далее, в некое новое сознание политического ислама, которое сохраняет лучшие аспекты, как ты сказал. Понимание масштаба, объемности, трагичности тех событий, яркости тех событий. Потому что, конечно, наши братья во многом даже не подозревают всех нюансов. Вот они, допустим, считают, что Ибн Таймия – это венец и предел, так сказать, мудрости. А Ибн Таймия, например, очень неоднозначно относился к суферам. К примеру, да, у него есть просто книжка о суферах, где он их делит на три категории. Ну, и я считаю, что Ибн Таймия, конечно же, был большой ученый, большой алим, хотя мне непонятны многие его положения, связанные с сифатами, с делением Ибн Бадатом от реформы и так далее. Но, в принципе, нужно понимать, что Ибн Таймия же – это особая форма мышления, особая форма идеологии, выработанная в самый критический момент, в момент, когда ты сопротивляешься накату куфра. И сейчас такой момент. И ценность Ибн Таймии заключается, нынешняя ценность Ибн Таймии заключается как раз в том, что это учитель, это человек, учивший мусульман сопротивляться. Он учил их тогда, и, обратите внимание, сейчас сопротивление идет в основном во многом по линии тех, кто почитает его как яркого алима. Так что, конечно, его не нужно упрощать. Я хочу сказать, что его же не знают. Очень многие, которые его именем, что называется, клянутся, они не подозревают о многих текстах, которые им написаны. Не знают о многих его позициях. И, например, они даже не знают хорошо историю тех же Салахов. Они не знают, например, очень многие предания, вот Шайхайн, то, что называется, предания суммы двух шейхов. Что говорили Абубакры, что говорили Умар. Это осталось за кадром. Мы не будем сейчас пускаться в разбор именно этого. Но я хочу сказать, что очень многое в одномерности, такой явной, и ведущих ошибкам политическим, прежде всего, которые совершаются сегодня, они связаны с тем, что братья в своем большинстве знают, допустим, 5-7% от того, что имело бы смысл. Что следовало бы знать. Стоило бы знать, да. А Азербайджан – это та площадка, где можно развернуть вот эту, ну, скажем, такую педагогическую перестройку. И, честно говоря, я думаю, что и в Иране пойдет процесс очищения молодежи и поиск лучшими из них путей к тому, чтобы, сохранив какие-то моменты, так сказать, вот этого трагического ощущения, острого ощущения исламской веры, тем не менее, выйти из-под этого колпака Токлида. В свое время, вот такой эпизод, который я часто вспоминаю, рассказываю, я шел вместе с ливанскими шиитами как-то, которые, это было, по-моему, это время Первой Чеченской войны было, а может, Второй Чеченской войны, наверное, Первой. И они мне говорят, вот у вас такая проблема, что вот у вас объявляют джихад, не спросив у мучтахида. Я говорю, как это понять? Они говорят, ну так, у вас Токлида же нет, нужно у мучтахида спросить разрешение на джихад. Я говорю, а вы знаете, что в Коране сказано? Они просят у тебя разрешение. Имеют в виду, что эти мурафики, не желая идти на джихад, приходят к тебе и делают вид, что они спрашивают, вот, как бы, может, ты им не разрешишь, да, там, по тем или иным причинам. Да не идите там, и так далее. То есть разрешение, как некий повод, за которым они укрываются. Там осуждено в Коране Всевышний Аллах Субханава Таана. Конкретно осуждается. Но это не специфическая швидская проблема. У наших сунитских братьев точно такая же борьба алимов, которая это джихад, это не джихад, это истишхад, это нестишхад. Там тоже есть эта проблема. Ну, поэтому, дело в том, что в сунитском поле проще, точнее, даже не в сунитском, а в поле политического ислама, который, не делая так, сунитский, там, вот, в принципе, все это преодолено, политический ислам, который был ислам нашего пророка Саэлла Аврии Васалем, вот его ислам, политический ислам, который собирал в себе все, что необходимо для стратегии Духа Всевышнего, реализующего проект, вот, политический ислам. В этом политическом исламе, без того, что, вот, скажем, присутствует сам пророк Саэлла Аврии Васалем, которому наши предки благородные подчинялись, да, его теперь нет с нами, а кому мы должны теперь подчиняться? Мы должны подчиняться обладателям Амра из нас самих. Минком, говорит Коран, из вас самих. А что значит из вас самих? Из джамаатов. То есть должен быть джамаат, который и есть мы. Нахну, да, вот этот вот обнимающий, ну, Барак, например, он из вас самих? Да нет. Почему он из нас? Он не из нас. А там, допустим, Ислам Каримов, он из нас? Нет, он не из нас. А кто же из нас-то? А из нас тот, кто брат, кто из джамаата, вот он из нас. А кому же из нас самих-то подчиняться? А кто обладает Амром? А что такое Амр? Амр, это удивительное слово, оно означает проект, который является исламским проектом, исламским приказом. То есть власть? Нет. А власть? Власть нет, это не власть. Это не власть, это переводят так, ахунды так вот интерпретируют и переводят. Амр это не власть, амр это приказ. Приказ. А почему это приказ? Потому что второе значение Амр это дело. Например, в Министерстве иностранных дел. Там, допустим, Газарат и Умур и Хриджи. Умур множественный от Амр. То есть это дела. Амр это дело. Значит, обладатель дела, обладатель приказа. А когда дело и приказ, как бы лучом воли направлены, так сказать, вперед, то это есть проект стратегии духа. Вот кто подключен к этому лучу, ему подчиняйтесь. Он при этом является выходцем из джамата. Он является носителем этого Амра. Вот ему подчиняйтесь. Для этого надо иметь джаматы. И тогда нет вопроса, а Алим, ты не Алим, есть же право на ошибку. А что, Алим, он что, безгрешен? Что приход к Алиму и спрашивание у него фетвы разрешения или чего-то в этом роде, оно что, является просто попыткой перевозить ответственность? То есть, не я, не я, но он так сказал, он дал мне разрешение. Так это же хватание за полушейха. Где тогда разница между суфизмом и салафизмом? Значит, один там получает вирт и держится за полушейха, халата шейха, чтобы попасть в рай. А другой сваливает ответственность за принятие решений на Алиму. Говоря, вот мне Алим сказал, я там следую за... Это впадение, опять же, в суфизм, а значит, это уже рядом с софидизмом, таким самым-самым, ахундовским. То есть, короче говоря, политический ислам требует логического анализа и очищения от всех этих аналогий. Потому что люди действуют не продумав. Они как бы, вот даже с этим Амром, они говорят, власть. Власть это хукн, власть это вообще иктидар. А Амра это приказ и дело. Это проект, это совсем другое. И только, когда носитель Амра из вас самих. То есть, из джамаата. И я мечтаю, что таким великим джамаатом будет весь наш Азербайджан. Иншалу. 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 Продолжение следует...